Ребят, всем привет! С вами Inspire99 и в сегодняшнем видео мы поговорим про WZ-121GFT. А будем мы говорить про данный танк, потому что на моем канале сейчас проходит рубрика «Ангарная книга по прем-танкам 8-го левла». Что мы делаем? Мы со зрителями определяем какой-то один прем-танк, на котором мы будем катать целый стрим. Потом мы записываем весь фарм, потом мы записываем средний фарм за бой, потом средний урон, ассист, там ссылочка на стрим, ссылка на видео, количество боев, процент побед, какие резервы, какие расходники, какой класс техники был. Ну и плюс ко всему в конце мы еще подводим оценки по трем критериям по фарму, как он фармит, по нагибу и по геймплею. То есть ставим еще три оценки. Мы уже разобрали практически половину 60 прем-танков, все это доступно в онлайн-эксель-таблице 24 на 7. Чтобы ее найти, то обязательно перейдите по ссылке в описании, либо в комментариях, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там все самые интересные танковые новости, видосики, стримы, опросики, вот ничего лишнего. И в закрепе там будет у вас второе или третье сообщение, там будет ссылочка на эту таблицу. Можете сами пощупать, посмотреть, там очень интересно. Плюс ко всему мы разыграем 100 тысяч голды ежемесячно на стримах каждый день. В 9 часов по московскому времени, кроме воскресенья, мы разыграем голду, поэтому тоже обязательно присоединяйтесь. Там мы и тестируем все эти прем-танки, заполняем онлайн-эксель-таблицу. Ну и плюс ко всему разыграем голду на стримах, но сам процесс розыгрыша будет происходить в телеге. Поэтому подписывайтесь обязательно на телеграм. Ну а мы с вами начинаем. И первое, конечно, то, с чего мы будем начинать и говорить, это бронирование. Да, это ПТ-САУ, но все-таки оно здесь есть небольшое, но пускай есть. Во-первых, нижний бронирование 80 мм, вопросов никаких нет. Верхний 120, здесь уже интересно, потому что есть приведенка. Да, внешний это СУ-122-44, так, наверное, и не отличишь. Но что у нас здесь получается? Если мы стоим на рельефе, допустим, да, то у нас приведенка довольно неплохая. Но если мы стоим, грубо говоря, против высокого противника, то, соответственно, нас будет пробивать. В среднем где-то здесь 220, да, там, ну и 230 и до 240 даже получается, в зависимости от того, какой угол будет. Можно немного доворачивать, да, нижний бронирование при этом выбивается, но на верхнем будет приведенка чуть-чуть получше. Что еще здесь из интересного? Маска сама по себе действительно, ну, такая вот интересная. Здесь 280, но если стрелять в зоны, которые находятся, как бы, за самой маской, да, то есть вот прям вот эта вот часть и вот прям возле орудия. Здесь 200 мм в некоторых зонах есть. И то есть, как бы, ну, сюда может вообще любой шальной снаряд залететь, это плохо. Плюс ко всему, она еще пробивается и под таким углом, но, понятное дело, что здесь проще куда-нибудь сюда выстрелить в корпус, но все-таки. Что касается крышки башни 20 мм, любой танк, по правилу, трех калибров, да, выше 60 мм будет все это выстегивать. Это очень неудобно, мы сами по себе невысокие, поэтому нас будут сюда пробивать. От арты очень больно, поэтому, если видите арту, то, как бы, берегитесь ее. Есть кумбашинки, которые пробиваются хорошо, вопрос лишь в том, что визуально их увидеть не так просто. Да, можно, конечно, выцелить, попытаться, но проще, если вы высокий танк, то проще кидать в крышку. Здесь 20 мм будет пробивать. Что касается танкования ромбом, возможно. Почему? Потому что, если смотреть коллижен модель, то у нас здесь получается, ну, вот такой, как бы, сквозь, вот такой вот небольшой фальшборд. Это классно. То есть, если мы вот под таким углом выставляемся, вообще, в принципе, да, вот верхняя вот эта не корпуса, а именно рубки, часть танкует очень хорошо. Вот, также здесь танкует и эта часть хорошо нарикошетит, а вот нижнюю, как бы, можно уже будет и пробивать. Но, в любом случае, она тоже 60 мм, здесь 80, понятное дело, что верхом хорошо танкует. Но, если более-менее адекватно угол выставляет, то в каток вас не пробивает, здесь не пробивает, и здесь вы, как бы, будете танковать. То есть, удивительно, но на этой ПТ-САУ можно танковать ромбом. Ну, задним, конечно, нет, потому что здесь любые зоны пробиваются и фугасиками, да, сюда, в принципе. Поэтому, как бы, вот так. То есть, броня есть, но она вот такая вот довольно фактическая, я могу так сказать. Провели, вот, там, 15 боев, по-моему, на данном танке, если не ошибаюсь, что-то порядка 500 среднего заблокированного урона. То есть, ну, приблизительно, как-то так. Поэтому броню мы оставим. 1100 хп единственное, что я могу сказать. То есть, ну, как бы, опасайтесь. Хп действительно очень мало, и играть в размен, вроде бы, и ДПМ, и все есть, но довольно опасно, потому что хп не туда и пробивает тоже. Теперь по орудию. У нас здесь пушка 10 уровня, между прочим, 122-х миллиметровочка, с альфой в 440, да, в принципе, неплохо. Есть фугасная еще альфа в 530, как бы, действительно, тоже хорошо. Бронепробитие базовым снарядом 248, вообще вопросов никаких нет. Данный снаряд летает 1000 метров в секунду, что, в принципе, для ББ довольно ок. Стоит недорого, то есть, на нем фармить хорошо. Есть кумулятив, который решает действительно многие проблемы. Пробивает он 310, что мне здесь нравится. То, что у кумулятива скорость не низкая, а точно такая же, как и у бронебойного. Да, здесь нету какого-то подкола, который бы там быстро летал, но при всем при этом ты не получаешь какой-то кастрированный кумулятив, который там со скоростью в 750 метров еле летит. А если еще и встречный ветер, то и вообще не долетает, падает. Здесь это неудобно, как бы, но то, что здесь кумуль вот такой вот есть, да, это действительно хорошо. То есть, 1000 метров летает, то есть, с голды на ББшку упражнение нужно брать будет одинаковое. Есть еще фугасик, который 61 пробивает, да, 530 альфа, летает так же. То есть, все, в принципе, 3 снаряд довольно хорошие, но кумулятив стоит 4800. Как бы, ну, редко используйте, потому что фарм не очень будет. А фугасики с собой можно возить, буквально 2, там, 2 или 3 вам за глаза будет хватать, по каким-нибудь скорпионам, с альфой в 530 нормально можно побахкать. ДПМ при всем при этом очень хороший, с досылателем с вентилем, с доппайком боевым братством, у вас ДПМа 3500 становится. Это очень хорошо. То есть, вообще вопросов нету, это одна из самых ДПМных, ну, как бы, ПТшек на своем уровне. Наверное, только шпатака опережает. Хотя, не факт, не факт, там нужно посмотреть будет. КД, в общем, 7,5, при альфе в 440, вопросов нету, мы всех разносим. Но здесь начинают закрадываться другие проблемы, а именно в комфортности. Во-первых, пункт А, это УВН пушка вниз на 6 градусов, опускается, что вообще некомфортно, да? Во-вторых, это углы горизонтальной наводки, всего лишь 20, это Б, это 2, да, если можно так сказать. И здесь вот просто, как будто, ну, я не знаю, гром среди ясного неба, это время сведения 2,5 секунды в отсутствии какой-либо стабилизации. И сводиться вы будете очень долго, и тогда вы поймете то, что углы в 20 градусов горизонтальной наводки в совокупности, это печаль. Потому что, если у вас вот в этом секторе, где вы сводитесь, нету танка, вам приходится доворачиваться, сводка становится опять вот как будто заново начинается, то есть стабы совсем нету. И в точность 0.32, у вас разброс такой, да, как бы это принято точностью называть, сводиться будете очень долго. Поэтому, что касается комфортности, здесь вот прям беда бедетская, если это так можно сказать. Ну, очень тяжело, то есть, как говорил Кузя, да, это потери-потери. То есть, все, что касается ДПМа, вопросов нету, бронепробития вопросов нету, альфы вообще никаких вопросов нету. Все, что касается время сведения, углов вертикальной, горизонтальной наводки, что там еще у нас, стабилизации, это все плохо. Точность 0.32, это хорошо, это с вентилем, как бы с боевым братством, доппайком, как бы окей. Хотя поджигать нас могут, но ХП нету, чтобы здесь гореть. По мобильности ПТ действительно неплохо, вперед, 50 вперед, 20 назад, не самая быстрая, не самая подвижная мобильная, но такая адекватная скорость, что еще из плюсов, да, если здесь такую изюминку в мобильности, это скорость поворота. То есть, ну, не то, чтобы вас закрутить нельзя, но, скажем так, ЛТ, если будет прям профан какой-нибудь, да, чайник неопытный, то не получится вас закрутить, потому что здесь скорость поворота шасси очень хорошая. Но если грамотный ЛТО, то, конечно, он вас закрутит, но все равно это плюс, то есть быстро можно перевестись и стрельнуть. 50 вперед, 20 назад, уделка почти 16, без турбина, спокойно едет, здорово. Что еще из плюсов, это действительно яркий плюс, которым многие, ну, не то, чтобы спорить не будут, его глупо отрицать, это маскировка, 50% достигается с прокачанными перками маскировки, с боевым братством, с вентилем, с доп. пайком, ну, как бы, соответственно, какой-нибудь стиль накиньте, 50% шикарно. То есть, вы можете играть в кустовую ПТ, можете играть, я не знаю, такую полу-кустовую, все равно, то есть, вы не так светитесь, как это, допустим, может там Скорпион или другие ПТ делать. То есть, если вот так вот пройтись вкратце по данному танку, она позиционируется как штурмовая ПТ. То есть, ты, соответственно, должен штурмовать, ты должен быть, ну, как бы, впереди планеты всей. Но, по факту, у нас-то из плюсов это ДП, да, у нас из плюсов бронепробитие, у нас из плюсов маскировка. Ну, как бы, все-таки это, как бы, относится не к штурмовой ПТ, а к какой-то кустовой засадной. И играется она, я не могу сказать то, что именно прям вот так, то есть, в начале боя, вот, как я могу сказать, да, как я играл, ты сначала спокойно становишься в кусте, приблизительно понимаешь, где будет ЛТ перекатываться, где какие-то первичные засветы, и все, и дальше ты потом можешь смотреть и анализировать ситуацию. Если ты играешь десятками, ты спокойно можешь превращаться в кустовую ПТ, и никто тебе не будет мешать. То есть, ты спокойно можешь играть, и никаких проблем тебе, ну, никто не достает. Спокойно в кусте, как за счет маскировки. Точность 0.32 с помощью полевой модернизации 0.31 можно сделать. И, в принципе, даже очень-очень неплохо будет. Кто-то может по две сборки данную ПТ собрать, поставить сюда. Вместо, допустим, УМП какой-нибудь улучшенный прицел, да, играть вентильдосл и, допустим, улучшенный прицел. Если вы видите, что Малиновка, если вы видите, что там танки 10-го левла, если вы видите, что Прохоровка, вы понимаете, что вы не будете пушить. Вы спокойно со своей точностью там в 0.29-0.28 с пронепробитием будете жахать, и вообще вопросов никаких нет. Если вы понимаете то, что вы будете играть в агрессивный геймплей, приблизительно там восьмые, где-то и с девятками можно, семерки-шестерки, то, конечно, сборку я советую под УМП оставить. То есть вентильдосл и УМП, либо досылатель, вентиль и УМП, то есть как-то так сыграть. Можете, если прям совсем вы богатый, вам нравится данный танк, то, конечно, система повышения мобильности туда залетит еще намного лучше, потому что и к стабилизации даст, и еще данный танк начнет быстрее ездить. То есть в этом как бы есть определенный кайф. Если уж перейти теперь от геймплея, да, плавно перейти к оборудованию, то что я советую? Во-первых, я советую ставить в первый слот досылатель, потому что горит под огневую мощь. Во-вторых, я советую прокачать полевую модернизацию, с которой, в принципе, вы, наверное, даже и ничего отсюда и не возьмете. Вот, возможно, там усиленную ходовую поставить, она дает плюс 15 к сохранению набранной скорости, это действительно хорошо. Забирает немножко скорость поворота ходовой, но он и так поворачивается очень быстро, поэтому, как бы, это такое будет, ну, более-менее разумное пожертвование. То же самое я могу сказать и от стройки параллакса, но здесь вы бьете по времени сведения, который у вас и так очень большой, то есть здесь нужно подумать. Возможно, просто вместо этого поставить улучшенный прицел. Ну и на пятом, там, настройка инжектора или что-то другое поставить, да, то есть там обзор дает, незаметность я бы не стал, потому что обзор у вас практически максимальный, там, 440 метров достигается. Маскировка хорошая, жертвовать не стоит. Короче, после того, как вы прокачаете полевую модернизацию, которая вам не сильно будет нужна, вы откроете дополнительный слот под обзор и, соответственно, поставите досылатель в первый под огневую мощь, вентиль под второй и тут уже подумайте. На мой взгляд, соберите две сборки, это вентиль, досылатель, точнее, вентиль УМП, либо систем по машине мобильности, либо вторую сборку, если вы понимаете, что вы будете стоять в кустах и, в принципе, как бы, это абсолютно логично, то, допустим, тогда досылатель, вентиль и улучшенный прицел. У вас будет очень хорошая точность, то есть она будет за 0.3, можно сделать чуть ли не 0.28, то есть все зависит от того, под что вы там будете собирать и, как бы, это плюс. То есть вы будете, грубо говоря, ну, пригодитесь везде и вы не будете чувствовать себя каким-то вот таким вот кастрированным, то, что, ага, я попал, блин, на такую карту, я здесь не поиграю на химачах, нет. То есть ты спокойно можешь поиграть. Поэтому данная ПТ, на мой взгляд, прикольная, интересная, вот, но не имба. Вот мы вчера провели на ней 15 боев, что у нас там получилось? У нас получилось 60% побед, между прочим, у нас стояло плюс 50 кредитов с дешевой аптечкой ремкой до пайков, без всяких бонусов вообще разных. Мы набили 2100 среднего урона, то есть средуха 200 была, и там 442 ассиста, то есть играли в 5500, что-то, 2500, 2600, а это, ну, не 3 отметки, но что-то там рядом, короче, практически. Мы нафармили миллион 100, что в среднем 73 тысячи за бой. Что я могу сказать? Это потрясающий фарм. То есть мы поставили данному танку 100% 5 по фарму, то есть вот именно как фарм танк он идеально подходит. Во-вторых, по нагибу 4 и по геймплею 4, потому что он универсальный этот танк, он может и в кустиках вначале поставить и поджать, да, как бы, ну, такой интересный. И по нагибу 4, потому что действительно может нагнуть, есть ДПМ, есть какая-то броня, да, которая иногда что-то может отбить. То есть это прикольная ПТ, на мой взгляд, конечно, она не превосходит Скорпиона, она не превосходит Тайпа 5 Кори, она не превосходит, на мой взгляд, даже, ну, Т-103 прям очень-очень интересный танк, она не превосходит ШПТК. Но этот танк, на мой взгляд, прикольно интересный и, как бы, на нем можно играть. То есть кто-то любит ТС-5, кто-то любит З-120, я бы, наверное, все-таки Вазона взял, нежели чем ТС-5, потому что у Вазы, как бы, скорость есть, да, маскировка лучше на ТС-5, ты вот прям в лоб-в лоб идешь. Ну, как бы, интересный агрегат, он, по-моему, если не ошибаюсь, сейчас доступен в трейд-ин, поэтому думайте, анализируйте. Ну, в общем и целом, мне данный танк понравился. Поставлю ему твердую четверку, как-то так. Ну, а вы, ребят, обязательно подписывайтесь на YouTube-канал, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления по видосам, по стримам. Обязательно лайк и обязательно приходите в 9 часов по московскому времени на стримы, каждый день, кроме воскресенья, мы катаем как раз Титанк и заполняем таблицу, участвуем в этой исторической движухе. Ну, и залетайте в Телеграм-канал, там вы найдете эту онлайн-эксель-таблицу, там вы будете участником розыгрыша 100 тысяч голды ежемесячно, там вы будете получать какие-то новые свежие новости по танкам. Все, ребят, всем большое спасибо, до новых встреч, пока-пока.